итак друзья всем привет ютуберам значит привезли доску шалевку доска шалевка 4750 брус 100 на 100 4 метровый 1440 и того шалевка и брус 6200 6200 доплюсовываем до сарая сейчас обойдем кратко что я сделал за это время и прикинем сколько уже примерно обошелся именно каркас сарая шалевку я брал 10 сантиметров ширина обрезная 30 миллиметров толщина то есть тридцатка четырехметровая ну и четырехметровая туда на первые пролеты четыре с половиной метра шалевки я взял 1,2 куба ну и бруса взял именно по длине сколько мне надо обрешетку я уже сделал сегодня вот буквально полчаса назад закончил последние 4 метра края еще не обрезал на фронтонах там потом вымерли по профлисту как мне надо и обрежу кровля сам скат получается у нас просто идеальный и так два ската два ската идеальный не прогнутой и так дальше крыши ровно настолько крыша что я даже сам удивлен сейчас пойдем во внутрь все получается шалевку я обрешетку сделал шалевку набил и между шалевкой я сделал 35 сантиметров между каждой доской 35 сантиметров и получилось мне в ряду на один скат идет 11 штук 11 здесь и 11 на эту сторону и крыша когда я сделал обрешетку всю набил шалевку крыша укрепилась так что мама не горюй но все равно опоры будем ставить и в этом месте вот как я и говорил на этих узлах где самая большая нагрузка на выворот на прогиб вот здесь мы пустим сотый брус по всей длине сотый брус четырех метровый каждый пролет между столбами по два метра то есть брус будет допустим здесь опираться и через одно опираться и наверное не знаю через одну через одну стропили ну да каждые два метра будет опора а центральная стропила будет по набру с операцией так везде то есть каждая стропильная пара или стропильная нога будет опираться непосредственно на брус на брус а брус будут держать подпоры ну это так для перестраховки поставим я думаю напротив каждой напротив каждой клетки то есть но мне что неудобно именно что клетка у нас длина клетки 3 метра а мне бы поставить опору грубо говоря 2 метра вот в этом месте 2 метра а как с тем метром быть а если я поставлю опору так как мне надо для клетки 3 метра я могу продлить там делать с этого ригеля перемычки которая держит распорочная рейка могу с нее тоже кинуть ногу туда сбить и будут упирать полностью стропила все а с этой несущей сделать сделать такую как бы раскосину туда на брус то есть или так или так или сделать основную опору здесь где брус а раскосину кинуть туда ну мне тогда и раскосина туда не надо если я сделаю в этом месте опору тогда мне по клетке не сильно удобно ну может закладную сделаю типа как-то ну насчет этого еще подумаю я не то что говорю там как именно мне сейчас необходимо делать все как мы наблюдаем костяк сарая 16 на 8 готов костяк готов теперь надо только обшивать обшивать профлистом наружу профлистом внутрянку утеплитель утеплитель у нас пенопласт 100 миллиметров и два порогона с отражателем с одной стороны под профлистом и с другой стороны пенопласт как мы наблюдаем он уже у меня есть закупленный будем я думаю скорее всего начнем из обшивки стен снаружи по дереву я чего так поспешил быстро бить шалевку сделать обрешетку дерево сырое думаю позабивая сразу чтобы она не крутила не вертела его а так как надо ровненько высохла то есть пускай по будет крыша открыта это и металла пока нету чтобы укрывать по будут открытые под солнцем высохнет потеряет много много веса и потом уже со временем будем заказывать металл одна половина ската у меня 450 это 450 то есть длина листа 450 и цельный лист от конька до низу и крутить на коньку я сделал обрешетку чаще то есть сам конек две вместе и те чуть подальше а все то расстояние 35 сантиметров между досток ну крыша сильно укрепилась сейчас я даже на крыше залез постарался ее так сильно расшатать но именно по боковым нагрузкам проблема сейчас начинает она ходить на ногах так по бокам чуть-чуть но это и хорошо меня радует что только в этом потому что нет у меня здесь диагональных связей диагональную связь я сделаю первый пролет второй пролет и так самую вторую стенку первый пролет вторую ну и последний пролет а по торцевым сделаю справа допустим пролет где клетка и по диагонали по диагонали здесь вот вот здесь то есть хорошо меня сильно порадовало что она ходит на ногах то есть крыша насколько укрепилась она стала как одно целое но и ну не раз нет уже у косы нету диагонали связи именно по диагонали поэтому как бы и ходит но это и хорошо сделаем обязательно диагонали вот так друзья что еще хочу сказать по брусу по брусу 10 на 10 я его сначала думал закинуть ну и поставить под низ то есть вот в этом месте под низ поставить закрепить я заказал по почте идет последняя партия мне уголков металлических 200 штук я думаю мне уже хватит и того я использовал уже где-то штук 400 их это заказал с днепра уже даже пришла завтра заберу посылку и продолжим дальше вот сюда я думал брус положить или же можно брус положить наверх вот как вот эта доска лежит допустим времяночка наверх положить и максимум сюда загнать и как-то там его потому что ты этот брус я уже думал будет мне мешать обшивать уэсби и потом на уэсби там у меня еще утеплитель планируется под уэсби потом сама уэсби тоже оббивать но туда этого дойдем то есть или брус оставлять мне внутри сарая я его обобью не будет контактировать там с лагой с паром и так дальше и тому подобное и по вытяжкам тоже у меня несколько вариантов сделать допустим ну грубо говоря на каждые два метра кинуть вытяжку двухметровую трубу допустим 200 миллиметров диаметре ну то есть двадцатку трубу или же вообще не делать ничего на крышу опустить трубы тут а возле бруса параллельно бруса и через каждый метр будет в тройне где будет захватывать воздух и выпустить эти трубы в самый конец там поднять метр отрыв конце и два двигателя на две трубы чтоб хорошо вытягивали вытягивали именно вот эту воню аммиак и так дальше и тому подобное поэтому вот это надо тоже я сейчас думаю насчет вытяжек мне сразу в крышу допустим поставить их раз два три четыре пять шесть семь восемь штук десять допустим на всю длину сарая две десять штук двухсотых труб или же наоборот не делать не вверх а сделать допустим вот тут параллельно брусу где будет идти брус через каждый метр тройник который будет смактывать воздух и тройник разворачивать один сюда через метр туда один сюда через метр туда и так поставить двигателя чтобы вы смактывали это вытяжка а приток воздуха сделать где-то внизу тут по центру допустим вот это у меня проход 2 метра здесь и там с дверей наверно можно сделать приток и плюс сами окна во внутрь будут открываться окон у меня раз два три 4 5 ну в 10 что будет сейчас здесь 8 едва я поставлю на фронтон два окна здесь и здесь то есть вот это по вытяжкам надо мне точно определиться и решить как будет с брусом куда его одевать то есть как-то вот так по самой вытяжки надо точно решить потому что вытяжка это немаловажный момент он есть траву насыпает свиньям и в принципе мы уже подошли к тому что можно уже зашивать металлом профлистом наружные стены напихивать пенопласт утеплитель и и нутрянкой заниматься дерево подсохнет накрытие оставим за только бетон и и сами клетки работы то еще немало так и что она вышла примерно по ценовой политике уже сейчас но я так прикидывал примерно примерно я все за полностью все записываю меня дома записывается в каждая мелочь купил вот здесь записал купил уголков записал все что покупаю записывай завтра у нас в 4 утра забой и забой необычный потому что они все время говорят а там нету 60 килограмм там нету 80 килограмм не и вот завтра будет забой нас будет три человека мы попробуем кинуть то есть кинуть лестницу на весы оттарить лестницу потом свинью кинуть на лестницу и поставить на веса и я вам покажу каких свиней мы забиваем вот когда идет забой а то я пишу там свинья 185 килограмм пишут а в ней не мои 80 или там 90 и так дальше и тому подобное поэтому будем взвесим полностью свинью потом взвесим голову взвесим задняя кост ну как обычно без кости и посмотрите какой вес примерно приблизительные у свиньи это завтра я буду делать забой на магазин уже заказано и послезавтра забой ну наверно снимать не буду потому что кину два забоя подряд это подписчики заказали на две семьи сейчас я вам покажу кого будет кого будем забивать примерно и позвонили подписчики на две семьи скинулись и будем им забивать приедут не с магазина и дома купят все переважим перевесим заберут все порезано в сутках и лотках поделили между собой и на этом все по ценовой политике что мне вышел этот сарай уже я прокидывал значит первая покупка у нас было 39 тысяч ну то есть берем грубо говоря 40 тысяч дерева я набрал уже там плюс-минус на 20000 это 60 и кольца 3000 если я не ошибаюсь или 3363 ну короче со всеми гвоздями крепежками уголками тысяч 65-70 гривен уже мы вкинули в этот весь костяк но в эти деньги которые мы уже вкинули также считается утеплитель который уже лежит пенопласт 100 квадратов я купил также считается и профлист который не покрученный есть наружу полностью на всю стену на все стены и вовнутрь на все стен то есть нас нам надо еще докупить профлист на кровлю это там плюс-минус ну берем грубо по 20 тысяч и гранат севт цемент и металл и металл ну на вес я не буду считать сара это грубо говоря моя прихоть уже на вес сделать типа бойни то уже ладно не будем все так но именно по сараю я примерно прокидывал 110 120 ну может там чуть чуть больше ну я думаю где-то в эти в эти размеры попадем то что мне писали там 300 тысяч 500 тысяч 200 тысяч сказки бабушки о рысе я не то что голословный я все записываю и есть у меня накладные вот типа вот такие так само накладную я первую показывал когда скупился на 39 тысяч показывал и с первым видео и так все стараюсь показывать ну завтра придет по почте тоже покажу накладную уголки которые придут завтра в 4 утра будем забивать сниму видео а выкинул не знаю или в субботу или воскресенье посмотрю по времени чтобы было время смонтировать его также спасибо вам я посмотрел сегодня на канал у меня уже 30 тысяч подписчиков спасибо что подписываетесь спасибо за вашу активность за советы кто-то пришел на наборе побежал и вообще спасибо что вы есть ну вот на таком этапе не сидим не ждем очень приятным все ровно получилось еще тем более своими силами сильно так сказать вот смотрите эту сторону другую крыши именно насколько все ровно получилось ни одна стропильная пара не просела не прогнулась вообще ничего все четко чики-пики и сейчас покажу свиней свинью ту которую будем забивать подписчикам и а то что завтра ну сейчас не покажу завтра увидите и в этом вольере нету это у меня три штуки которые в вольере их уже давно можно забивать вот такие у нас кистюха им травы подсыпал и вот грубо говоря солнце было бы им сильно жарко пошли бы туда там тенек и прохладно так нет же что-то в нос попало корм у них есть но такие так что друзья все тогда завтра 4 утра за бой буду снимать тоже для вас видео по монтирую выкинули в субботу или воскресенье всем пока